Слышь, псина, куда ты идёшь? Слышь, псина, куда ты идёшь? Это линия самоидентификации нашей нации. Это Россия! В Карелии вдовам освободителей дарят сертификаты на косметологические услуги, чтобы они вышли из-за поя, из-за депрессии. Благотворительный проект «Перезагрузка» для жёны вдов бойцов СВО стартовал в Сартовалии. Цель – помочь женщинам выйти из тяжёлой депрессивной ситуации и обрести душевное равновесие. Сейчас специалисты начали работу с первой из тех, кто наиболее нуждается в поддержке. Елена Терентьева – вдова участника СВО и очень рассчитывает, что здесь ей смогут помочь. «Я бы очень хотела получить душевную помощь. Хотела бы пообщаться с очень милыми людьми». «Не хватает общения с милыми людьми. Женщине, чей муж поехал убивать за деньги». «Хотела бы пообщаться с очень милыми людьми, которые помогли бы мне начать всё заново. Мне бы очень хотелось быть красивой как внутри, так и снаружи». «Стать снова красивой как снаружи, так и внутри я бы хотела. А вот попросить прощения за всё то, что натворил мой муж, я бы не хотела». Отцу, чей сын так и остался лежать на полях Украины, подарили бесплатный абонемент в тренажёрный зал на пять дней. Помощь оказывается как участникам СВО, так и их семьям. Владимир Владимирович – отец погибшего офицера, участника СВО. Отцу героя предложили прийти сюда на реабилитацию физического и психологического состояния, разгрузиться морально. «Я, конечно, позвонил Жанну, спасибо ей, администратор, который здесь находится, встретил, рассказал всё, предложил чай, кофе на выбор. Ребята очень хорошо работают, душевно». «Так душевно. Чай, кофе и спортзал вместо сына». «И вот я прошёл курс пять дней, теперь моя супруга занимается здесь». Физические упражнения под руководством опытного инструктора помогают отвлечься, переключить фокус внимания. «Вот даже вот сегодня вроде бы чё, а уже сразу разрядка. Уже как-то вот это всё отходит». Полчаса так руками упражнения поделал, и мысли о погибшем сыне сразу же отходят на второй план. В Краснодарском крае чудесно воскрес вагнеровец. Леонид Жук сидел за убийство, а в сентябре прошлого года завербовался в ЧВК Вагнера. В декабре его матери Светлане сообщили, что он погиб. Женщина похоронила сына в закрытом гробу, а спустя 10 месяцев случайно узнала сына на видео. Вместе с сослуживцами тот жаловался на проблемы на фронте. «Мне не пришло ни одного письменного ответа, но был звонок из Минобороны. Сказали, что получили моё обращение и что в декабре Лёня подписал с ними контракт на год. Ещё сказали, что до этого он лежал в госпитале с контузией. Думаю, что из-за контузии он мог забыть мой номер, поэтому и не звонит. Где мой сын, я не знаю. Кого я похоронила, я не знаю. Где-то чья-то мать ищет своего ребёнка, а он похоронен чужими людьми на чужой земле». В Кремле прокомментировали помилование убийцы Веры Пехтелевой. Напомню, её бывший парень несколько часов зверски избивал и резал девушку. Нанёс ей около ста повреждений, но после приговора не отсидел и года. Путин помиловал его своим личным указом. Отвечать за решение начальника пришлось Пескову. Он напомнил, что для заключённых, которые хотят помилования, есть два пути. Долгий и сложный, через обращение в инстанции ФСИН. И короткий, через войну, где преступления, даже тяжкие, искупаются кровью. Так он и сказал. Такая больная логика. Кради, убивай, насилуй. Война всё спишет. Сложно представить, что сейчас чувствуют родители Веры Пехтелевой. Президент их страны, можно сказать, плюнул им в лицо. А жестокий убийца теперь разгуливает по российским улицам и наслаждается свободой. В Нижегородской области у наёмников ЧВК «Вагнер» забрали медали, чтобы потом вручить их опять в присутствии чиновников. Об этом рассказала мать одного из солдат. Её сын получил награду ещё летом, когда лечился в госпитале в Анапе. В октябре у него и других вагнеровцев попросили вернуть медали, а потом они получили их снова, но уже из рук губернатора Никитина. На награждении присутствовала также двоюродная племянница Путина Анна Цивилёва. Она не только жена губернатора Кемеровской области, но и возглавляет учреждённый Путиным фонд «Защитники Отечества». В Великом Устюге двое полицейских избили местного жителя за то, что тот написал на одного из них заявление об избиении. По версии следствия, в феврале 2023 года участковый Мохнаткин приехал домой к Сергею Усову и избил его из-за чувства неприязни. А когда от Усова поступило заявление, Мохнаткин и его коллега ещё раз приехали к нему домой и избили повторно. Я думаю, нужно посмотреть мировой опыт. Ну, например, сингапурский опыт. Это публичная порка плетью. Ну, там, бьют палками, ну, у нас можно бить плетью. На Красной площади вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан Российской Федерации, у президента. Сечь плетью, да? А что, глашатые уже почти вот на подходе? Другие инновации тоже? Вот теперь и сечь плетью. А, кстати, депутат Свинцов, он там не в курсе, как в Сингапуре обстоят дела с чиновниками, которые нарушают закон. С коррупционерами, с растратчиками, просто с клиническими дебилами, которые ничего не делают. Как там дела в Сингапуре? Какие там к ним применяются наказания? Нет, а зачем? Нам ни передовых технологий, ни вот этого вот с чиновниками нам не надо. А вот сечь плетью. Кого, главное, сечь плетью? Вот этих холопов, да, где-нибудь на конюшне, которые там что-то мнение имеют какое-то. Вот это самое оно. Восстановили советскую власть мирно. И Великий Октябрь был самой мирной революцией. Прокатилась от Балтики и Черного моря до Тихого океана практически почти без жертв. Как же так? А как же гражданская война? Это что, это что не считается? Это как бы осталось за скобками. Но оказывается нет. Советская власть просто не виновата была. Это все, как всегда, коварный Запад. И гражданскую войну развязала Тантанта, которая сегодня обрушилась на рид на Украину. Именно эта Тантанта, 14 буржуазных государств, пришли душить молодую советскую власть. В конце концов, у такого поведения может быть множество причин. Возраст, предвыборная кампания, 7 ноября как раз было.